Так-так-так-так-так, ну что, как я и обещал, вроде бы, скип продолжительная очень пауза и врываемся на карту под номером 2. Ребята, уже стартанули, ну что, Low Priority пока ведут 1-0 в первом противостоянии и встрече БО-3 в 1-8 финала Викинг Капа под номером 43 за место в Pro-серию. Ну и тут надо, конечно, Виспикам будет постараться, ой, как постараться, потому что здесь пока у них проблемы. Поменялись они, конечно же, сторонами, сейчас у нас получается, Roll Priority будет играть за Дайр, Виспик, за Рейдентов, ну и пики-баны уже пошли. Смотрим, у нас Капитан Команды Low Priority пока забанил Outfall Devour и Darkseer, здесь Энжин Яшиш, Капитан Команды Виспик, забанил Атреант Протектора и Айо. Не поменялись, баны у нас в первой стадии, по сравнению с первой игрой, то есть, ну, а пики немножечко другие уже, и смотрим. Лайфстейдер сразу же первым пиком залетает в команде Виспик. Нацелены только на победу, понятное дело, конечно, Найксом выигрывать можно. Получает ответочку в виде Нейчис Профита и Бэйна, прямую контроль этого Найкса. Ну что, здесь надо чем-то удивлять сейчас. Надо что-то себе брать интересное. Посмотрим пока за пиками. Да, напоминаю в очередной раз, что с вами сегодня, ребят, Адекват. Мы наблюдаем за SLTV турниром Weekend Cup номер 43. Общаемся мы с вами на Twitch-канале twitch.tv. Заходите туда, общаемся, тут очень много людей, все пишут, все общаются, все комментируют эту игру вместе со мной и задают какие-то вопросы, которые периодически я захожу и отвечаю. Подписываемся, если вам стрим понравился на мой паблик vk.com.shadequat.tv. Там же висит последний пост вместе с голосованием, вместе с информацией о том, сколько будут идти игры. Если у кого-то есть возможность и вам стрим действительно понравился, делайте лайк, репост. Огромная будет вам за это благодарность. Так вот, что хотелось бы еще сказать, что вводы обязательно после всего стрима будут, залиты в ближайшее сразу же время. Так что, если кто-то не успел на какую-то игру, вот, я обязательно выложу и сможете, конечно же, посмотреть. Вот, ну что, смотрим, что у нас там дальше в итоге получилось. Аж одно демона напихал себе капитан команды виспик. Ну и пошли на старая стадия банов. Минус Лина, минус Разор, пока минус Батрайдер, ну и последний бан в этой стадии еще. Тырт хостешло били, товарищ геймер это делает? Это товарищ геймер, сами они игру создают, мне только отписывают паспорт, и я уже по паролю непосредственно захожу в игру. И все нормально. Вот, ну, там, ребят, еще раз напоминаю, что если у кого-то проблемы с твичом, а такое очень даже возможно быть, ибо знаю я это не понаслышке, сам смотрю стримы частенько, так что, если вдруг лагает на твиче, сразу же добавляйте меня в друзья в стиме, мои контактные данные я скидывал и в чате, есть они и в паблике. В тиме добавляйте, я вас принимаю в друзьяшки, и вы меня смотрите через DotaTV. Там меня прекрасно слышно, и там тоже можно смотреть за их. Так, ну и что у нас получается? Минус Вивер, ну и пошла вторая стадия пиков. Лоу-приорити забирает себе Даззла второго суппорта, получается у них два суппорта, и есть один оффлейнер, не хватает керри мидера. Вот, ну и смотрите, что творят у нас игроки команды Виспик. Спиритбрекер залетает третьим пиком, отлично. Что может быть лучше спиритбрекер, да? Компетити в доте, ничего, по-моему. Самый лучший персонаж, убивающий паф, посмотрим, как он здесь справится со своей задачей. Ну и надо чем-то отвечать, и лоу-приорити должны, конечно, немножко подумать сейчас, что же такое взять. Так, ну, вроде бы игры мы по расписанию укладываемся с вами, да? То есть сейчас в 19.00 по Москве, у нас следующая пара стартует в 20.00. То есть, если даже эту игру быстро сыграет, у нас будет небольшая, в принципе, пауза. Поставлю я там музыку. Ну и ориентируйте себя примерно, что следующая встреча между командами БСЕ и Ф-17 начнется в 20.00 по Москве. Также БО-3 и также 1.8 Викинг Кап. Ну, там уже команды посильнее немножко будут играть. Там уже представители про-серии, представители семи про-серии. Вот, явные фавориты турнира, конечно же. И там будет жара. Так, ну и Кунка. Четвертым пиком залетает. Вот он, как раз-таки, керекерой в триплу, к Бэйну и к Дазлу. Ну, вроде бы, кома у них тоже должно будет тут работать. Бэйнслип, там дальше торрент под него, под заснувшего, скажем так, Дазл замедление, попхилка. Ну, вроде бы, тоже все хорошо и все понятно. Кунка будет под Греймом, в случае чего не умрет. Ну, Дазл вообще такой пик очень хороший и очень интересный. Ну и так, чем ответят у нас игроки команды Биспик? Да-да-да, написали тут слоган, слоган, кстати, к моим стримам. Кто-то давно уже один из моих зрителей придумал, так что, да, не устоим, будем его повторять. Стрим смотри, бай адекват, будешь счастлив и богат. Вот как-то так, ребят. Вот тоже относится и к лайкам, и к репостам. Так что, все в ваших руках, как говорится. Так, ну и что, Слишак залетает четвертым пиком. Там хорошо, очень даже хорошо. Что у нас получается? Есть трипла такая своеобразная, да? Ну, вот Шадудем, Лишак, плюс лайфстиллер. Вроде бы тут тоже хорошо. Спиритбрекер, скорее всего, в соло-мид отправится. И на вторая, точнее, последняя стадия банов, она же третья. Минус клопа, минус спектра. Ну и надо добирать мидеры сейчас игрокам команды лоу-приорити. Какого? Ну, выбора на самом деле много. Есть какие-то там паки. Опять-таки тот же самый ДК имеется в пуле. Так что, есть из чего выбирать. Брюмастер. Ну вот он хороший, довольно-таки такой мидер. Не особо часто и в последнее время используемый. Но он имеется. Ну и пики довольно, намного интереснее, конечно, пиков по сравнению с первой картой. СФчик залетает. СФ. Ага. Ну, тут может тогда СФ у нас пойти в мид тогда. Например, спиритбрекер куда-то в легкую и трипла в сложную. Такой вариант возможен. Давайте посмотрим, кто кого у нас возьмет и кто на ком будет у нас играть. Так, ну и что у нас? Команда, команда Low Priority. Итак, Капитан Команда будет играть у нас на Капитане Кунке. Энекс будет у нас играть, ну почти Энекс, да? Энекс будет играть у нас на Дазли. Фроша на Бенни. КХТ будет играть у нас на H-Profit. Кстати, вторую игру на этом герое будет отыгрывать. Ну и Занна Брюмастере. Так, Арбуз у нас будет играть на Исэфе. Здесь Крим Соня будет играть у нас на Лайфстиллер. Гигабайтах будет на Шаду Демони. Альтер на Лешраке. Ну и Сэджин Яшкотная Команда будет на Спирит Брейкеры. Ну что, 40 секунд нас за спаун крипов. Вроде бы все отлично. Репостите меня полностью. Вот прям прав, как Дота прав. Полностью репостите. Зарепостите меня до смерти. Вот просто мое последнее сообщение. Мой последний анонс в паблике вк.сшадекват.tv. Лайк, репост. Вы в любом случае сможете потом после трансляции удалить. То есть никаких проблем нет. Просто на время стрима хочется, чтобы побольше народа смотрело. Вот, так что этим вы очень сильно поможете. Опять-таки, да, в качестве такой информации, если, ребят, у вас есть какие-то связи с большим пабликом по именно Доте, да, ориентирующейся на Доте, либо вы сами являетесь модератором, администратором, да. Дайте знать просто. Договоримся как-нибудь. Вот, хочется тоже на какой-то портале там размещать свои стримы. Да, побольше народа смотрел. Вот, стримы вроде бы неплохие, так что, думаю, все получится. Так, ну и... Да, воды, конечно же, в паблике будут. Еще раз отвечаю на этот вопрос. Ну и здесь на 3-2 против 3-2 фактически получается. Лишак это заметил. Он заметил Кунку и Дазла. Понимает, что против 3-2 они будут стоять. Ну и руна Регена здесь. Не самая полезная руна, конечно же, на до спауна крипов. Но, тем не менее, она есть. Оставит ли ее Кунка? Нет, решил забрать. Окей. Ну и 3-2 против 3-2 у нас будет снизу. Здесь на миди СФ против Брюмастера. Ну и на топе, интересно, такое противостояние. Спирит Брекер против Нейчс Профита. Нейчс Профит, кстати, через Орбу Веном. Тоже, тоже довольно-таки неординарный такой айтем билд. Давненько я не видел, чтобы вот так вот прям сразу Нейчс Профит покупал себе Орбу Веном. И что будет делать? Просто замедлит до смерти этого Спирит Брекера. На самом деле, неприятно, да. Спирит Брекер покачал у нас Черч. Еще и Нейчс Профит. Смотрите, трианты его бьют, очень больно пробивают. Надо быть аккуратнее, конечно. Так, ну и здесь заблочили спаун. Надо найти вардец. Задача не из простых, потому что он прям внутри лесов стоит. Надо выгрызать дерево. Надо, надо провязать танго. Так, хорошо находит. Альтер, красавчик. Вот, ну и... Девардит, девардит и освобождает себе пулы. Более-менее хорошо. Здесь могут суппорты делать себе стаки какие-то, пулы. То есть планительную экспу помимо Лейна себе зарабатывать. Денежку, не воруя при этом у Лайфстилера. Вот, ну и смотрите. Кунка пока агрессивно начинает добивать крипов. Видим, что КС у него 4 на 1 против Найкса 2 на 0. На миде у нас тем временем Брюмастер. Брюмастер имеет 5 на 2, СФ пока 2 на 0. Ну, это тоже вполне себе понятно. СФ пока няпнет себе левел 5 и, по сути, будет по КСу проигрывать. А потом уже с помощью Кайлов, в принципе, можно будет нормально каестить. Ну и пошел Брюмастер тут уже нападать. Видим Клэпнул разочек. Пару плюс дал в спине и нужно отойти. Купить себе фастботл. Пока не хватает, правда, 10 монет. Но это не странно, что скоро появится. Так, Нейч Спрофит у нас тем временем 6 на 1. Прогнал-таки этого Спиритбрекера. Тот пока 7-1. Кстати, есть Сапог. Что интересно, такой очень быстрый Спиритбрекер. Однако без щитка его Нейч Спрофит будет пробивать. Пока на лайне. Ну и Сапог, соответственно, без хила. Поэтому Спиритбрекер надо быть аккуратнее. Так, Нейч Спрофит у нас тем временем. Да, вот ПКД просто вешается инфибл на Найкса. И вот фармить, когда у тебя 37 атаки против Кунки, очень неприятно. А ничего не сделать, на самом деле. Инфибл никак не сбить. То есть нужно его просто переждать. А вешается он просто сколько получается. 10 и 20 секунд. КД... КД 95 секунд, да? Получается. Ну да, каждую минутку буквально на тебе висит инфибл. Так, ну и ремастер. Принес себе все-таки Боттл. Сразу находит первую руну. Это руна ускорения. Ну и возвращается на мидлейн. Левел 3 у него уже. СФ левел 4 как раз таки получил. Так, ну и Кунка. Кунка у нас что там с КСом у него? Все в порядке. 11 на 3. Топовый КС на карте. Против Найкса 2 на 0. Здесь, конечно, существенно. Ну еще и пошли нейтралов. Сейчас заберут. Убегает Кунка одним ударчиком. Тут, ну правда, скрипов надо обидеть еще. Тяжело драться. Вот очень опасаются сейчас игроки команды Виспик. Подойти вплотную. Как-то вот под этот вот рассказ встрять. Ну и Найкс, видимо, слишком далеко отходит. Кстати, Квилинг Блейк. Вот с топориком, но фаворами все равно не удается. Быть может, есть смысл понаглее немножко поиграть. То есть крипам постараться подходить. Может быть и Кунку там пару тычек насувать. Почему бы и нет? Просивочка-то есть. А Физ, то есть можно и отжираться же от этого Кунки. Не страшно по сути. А по сути, кроме там активного такого дизейбла, вот этого торрента, да, под сном, ничего и нет. Ну есть замедление. Ну да, зло оно первого левела. Даже еще нету. То есть по сути тут убивать-то и нечего. Но все равно Найкс побаивается подойти. Ну это Тарку, конечно, Кунке. Кунка фармит, спит спокойно. Есть уже сапог, 500 понят сверху. Ну, очень сильно, конечно, здесь будут решать и айтем билды. Опять-таки, если посмотрим, что у нас там более-менее по пику, то, ну, мне почему-то вот пик команды-команды Виспик импонирует больше, да. Все-таки герои более стабильные. Сэф с АОЕ хорошим. Есть Найкс, который такой тоже убийца. САОЕ и Спирит Брейкер постоянно будет мешать замесов. То есть он такой. А тут, ну, вроде бы, Брюмастер так и намедит. Все-таки, значит, профит прилетел вместе с Брюмастером. Они забирают себе этот килл и Спирит Брейкер уже в атаку пошел на Брюмастера. Но Брюмастер отхилился очень сильно, и поэтому Спириту здесь, конечно, бессмысленно лететь куда-то. Ну, вот преимущество, значит, профита, наверное, в том, что, конечно, он моментальнее делает ТП, намного быстрее, чем это делает Спирит Брейкер. Вот, но за счет этого АСФ все-таки убили. Ну и 1-0 начинает у нас эту игру выигрывать. По-прежнему, команды Лоу Приорити. Они, по-моему, тоже открывали счет в той карте. Ну и, соответственно, карту ту выигрывали. Ну и сапог Мэджик Тик прилетает сразу Брюмастеру и Сэф тут же на миде. Спирит. Левел 5 пока, 6-го еще нету, но сейчас получит в ближайшее время. Ну, Нэйч Спирит получает его быстрее. Тоже уже купил себе сапог. Ну и за 30 монет сверху. Так, ну и Сэф неприятно. Без Ду, стоит против Брюмастера, который тут уже какой левел? Левел 7, наверное, да? Нет, пока еще левел 6, но все равно у нас ДД, с рунами. То есть один раз клепнет и пару раз ударит, очень больно будет. Плюс еще ультимейт есть, там что-то гнать и убить можно будет. Снизу. Найкс опять под антиблом. 71 минус 60, уже 11 броней. Ой, хорошо, под торрент он здесь встрял. Тут же сверху ему залетает еще и сплэш. Очень неприятно. Ну вот так, как вот с 11 дэмэджа пытаться добивать крипов, как показывает КС? Да никак, 6 на 0 у него есть. Сейчас окунки 18 на 7. Ну и окунка еще немножко подфармит и будет уже фейзи. Так, 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 так. Себе немножко погромче сделаю, тут тоже что-то не слышу звуков героев. У вас должно быть хорошо слышно. Так, ну и здесь, нэш-спроект пошел на СФА. Выдают спруты, два кайла просто ловят еще тычку от тавара и проблемы. Здесь уже лишь шаг. Ай-яй-яй, хороший, хороший кайл. Тут еще один удар, Шадо Файнс избирает этот килл, отлично. И можно Брюмастера здесь просто поймать, правда у него есть ультимейт. Сейчас клепнет, клепнет и спрятал здесь его Шадо Демон. Ставится пауза, непонятно, значит пауза. Тут же Ютс Сол Кейчер, я не знаю. Если сейчас лишь шаг даст по таймингу стан, то Брюмастер умирает. Если не дает по таймингу стан, то Брюмастер юзет ультимейт, уходит, а возможно даже убивает еще лишь шага. Это все зависит. Ну, говорят, телефон здесь. Но пока 1-1. У виспиков сейчас большой шанс вырваться вперед по киллам. Интересный довольно-таки момент, но кто там у нас пауза-то зажал? Бэйн зажал паузу. Угу. Ну, Брюмастер тут, конечно, просто сейчас будет прокликивать мышку свою до смерти. Чтобы таки после этого дисрапшина сразу провезут ультимейт. Однако там есть задержка. Мы знаем, что кастуется Брюмастер ультимейт там порядка секунды-полторы, возможно. Это время есть у Альтера, чтобы дать хороший стан. Хотя есть я тут тоже, в принципе, с кайлами. Ну, не знаю. Посмотрим, что получится в итоге. Я все-таки ставлю на то, что Брюмастер умирает сейчас. Ну и посмотрим за исполнением. Итак, пауза отжимается и... А таки успевает. Успевает Брюмастер. Ультимейт, значит, просто прилетает, ультимейт сделает. Стан полетел в СФ, но пришел панда, что лучше убить шагу демона. И, скорее всего, этим сейчас и будет заниматься. Крипы пытаются, задинаются от нейтралов. И получается ли? Ай-яй, один удар просто сделать. Ну, да, просто забирает себе этот Килл Брюмастер. Ну и жив остается, очень приятно, по всей видимости. Нет, спирит ультанул. СФ тоже тут. Пытается Брюмастер бежать. Есть Клэп. И первый за руной еще будет сейчас на развороте. Еще всех убьет этот Брюмастер. Отпиваться. Да, все-таки я был неправ. Хорош, хорош Брюмастер здесь все сделал. 3-1, и пока ло-приорити ведут. А как там так получилось, что все-таки успел расформироваться Брюмастер? Лишь, а как будто бы стандал под него. Тем не менее, Брюмастер с ультимейт все-таки поражал. Странно. Ну и Тавр забирает ло-приорити. Первый Тавр в этой игре падает на нижнем лейне. Дефа, конечно же, не будет. Кунькевич разрушает башню. Да, есть фейзы. Отлично. Ну и левел 4 уже. Так, ну и бьет крипов. Отлично, да. С фейзами. 526 монет. Левел 4. Все в порядке. Уж этот демон снизу без сапога. Лишь шаг без сапога. Умирали. Сф на миде тоже один килл сделал. Один раз умер. Левел 7 сапог. Есть рейвбент. Мэджик стик. Боттл. Две ветки. И здесь нэчиспрофит уже, кстати, металлонов курейдж. Ну, КНТ знает, КХТ, точнее, знает, что делать. Он уже по этому айтембилду одевался, по сути, металлонов курейдж. Дальше будет мега какая-то. Вот. И с упорчища у Фуриона будет показывать. Брюмастер. Все у него хорошо. 2-0-1 с миды он вынес. А к этой восьмой минуте есть сапог Боттл, Мэджик Вонта. Один заряд. Ну и стал шилд. 1200 монет. Так, ну и здесь разгон. На кунку. Что делать? Что делать? Стан еще в Дазл. Дазл. Дазл не успевает себя засейвить. Тут же юзается торрент по двоим. Неплохо. Но Диаболь как больно пробивает лоу-приорити. Но ультимейт он нэш-спрофит вроде бы неплохо, но умирает кунка. И поймали виспики. Молодцы. 2 кг сделали. 3-3. Сравниваю счет. Бейн был здесь далековато. Помочь никак своим тиммейтам не мог. А нэш-спрофит просто лететь не стал. Хотя, в принципе, у него была амана на телепорт и на аспурты. Ну да, там можно было... Вариант был такой, что еще и встанет и нэш-спрофит. Поэтому... И правильно сделал, что не прилетел. СФ. СФ, СФ. Что-то у него кури летит. Кури у него Brave Band. Ну, окей. Левел 7. Так, ну и панда. Все еще жива. Все еще фармит. Все еще собирает руны. 1400 монет. Я так думаю, что это фастдагер какой-то будет. Почему бы и нет? Да, я же здесь весьма уместный будет айтем. Так, ну и найк. Где же тот самый многострадальный найкс? Что-то вообще он потерялся из вида. Да, он снизу и по-прежнему под анфиблом. Но ничего не сделать. Просто, когда ты стоишь на изи-лайне в трипле, и у тебя на девятой минуте КС 16 на 1 есть только сапог и Куилинг Блейд левел 5. Это такая борода вообще. Это не найкс. А кем убивать-то потом? В лейте. Если найкс будет бесполезный. Если это не пробьет никого, Spirit Breaker, ну тоже там одна таргет-цель и все на этом. На 5 ставится пауза. Сколько же можно эти паузы-то ждать? Ужас, ужас просто. Ну, вроде бы на этот раз пауза была не затяжная, поэтому продолжаем смотреть далее. Ну, нам главное, скажем, пусть эти паузы будут. Главное, чтобы игра закончилась, точнее, противостояние. Эта встреча закончилась до 20.00. Тогда оно все будет по фэншуи и все будет круто. Так, ну и, видимо, разгон все-таки на Кункевича пошел. Кунка, 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 Кунка. Бежит Spirit. Spirit бежит сапогом. Нет зарядов на урне. Левел 6 и... А там ведь Даззл рядом. Но, в принципе, ИСФ потягивается. Бэйн тоже. Бэйн должен шапку здесь повесить просто на ИСФ и все. И разбираться уже непосредственно с Spirit Breaker. Так, ультой. Ультует Бэйна. Кайлы. Отличные Кайлы. Бэйн моментально минус. Таретов не подает. Здесь Кунка нужно ему отходить. Его пробивает. Spirit Breaker. Есть, правда. Это Агрейв, но Грейв такое дело. Кунка здесь его грызут просто четверо. Да, умирает от ИСФ. Ну и 2 в 0 подрались, получается. Да. Ну, без пикина костыляли тут. Ну и выходит вперед, кстати. 5-3. Реализовал таки Spirit Breaker свой врыв. Есть тут тоже дополнительные 2 заряда урны. Мэджик Сиг 7 зарядов. Левел 7 апнул. Прокачал Грейт Рыбаш на 4 уже. Все хорошо. Так, ну и Панда, смотрите. Опасная Панда в инвизе просто. Сейчас разорвет этот Шракана мелкий кусочек. Потому что у него пол хп. Пошел варды, называется, ставить. Раз удар. Два удар. А Шадудзем он уже отбежал в сторону. Вот это беда. Ну и разгон, видимо, на Кунко. Нет. Сейджин Яша не стал нападать. И очередная руна забирает себе Бремастер. 2-100 у него уже имеется. И скоро уже будет у него даггер. Так, добавляшки, друзья. Даггер, даггер. Буквально вот через одного крипа. Ну что, по миду, видимо, собираются. Дальникой поймали оба. Арбуз неплохо, в принципе, кайлами справляется. Есть Блтвгланс Дрефт. Ну и попытка атаковать сейчас. Очень вовремя. Не сразу же мы спрятали здесь Бремастер. Плюс Тан залетает. Пол хп потерял. Пока бежал. Несмотря на то, что на хосте. Ну и Кунко забирает тауэр. Кунко. Есть у него Брейсер. Есть у него Фейзы. Ну вот, да. Сейчас потихонечку будет Рома Флэнджеранс выходить. Где Найкс? Найкс все это время фармил внизу. Да, вот более-менее себе пытался КС поднять все-таки. Есть у него тут что? Фейзы и 826 монет. Левел 7. Ну и смотрите, что собирают делаться игроки команды лоу-приорити. Время зря они теряют. Причем очень моментально. И внезапно делают они этот мув. Но, правда, пробивают очень долго. Это проблема. Тут можно и тавр потерять пока за это время. Ну что, пол хп снесли. Не подозревает пока команда Виспик, что там уничтожают главного большого нейтрала в этой игре. Ну да, видимо, все-таки Рошана дадут. Осталось мне тут буквально 2000 даже меньше хп. Ну и Аегис, наверное, забирает все кунка, да? А кому, по сути, на самом деле, кому еще? Так, он как-то забирает Аегис. Ну что, сейчас будет радость поприять немножко. Можно было даже и примастеру, наверное, отдать. У которого уже появился даггер. Левел 9. Сапог. Сталл-шилд. Есть боттл. Есть Magic Wand 5 зарядов. Ну и бежит искать себе цель. Может найти здесь кого? Может найти Найкса. Найкса убить бы не помешало. Ну, Найкс делает рейдж и сразу ТПЛ. Спирит фармит. 490 монет. Да, хотелось бы, конечно, иметь себе какую-то там АПТшечку. Быть может потом МОМ и БКБ. Но вот фармить особо не дают. Ну и боттл-шилд. Смотрим, здесь атака команды Лооприорти. Кого-то ждут. Шаттудемон не подставляется. Пока вот Лишак может подставиться. Может он первый на мид идет. Нет, не идет. Ну вот, видимо, очертил здесь территорию СФ. Да, вот рассказывает, где противники находятся. Поэтому лучше при туда не идти. Ну нет, видимо, сразу Кунка, кстати. Клеймор себе купил. Будет выходить в Шаттлблейд. Никаких в Рамуф Энджернс. Ну, пока, видимо, деньги были. Решил приобрести. Бремастер решил пофармить пока снизу. Что там с КСом, кстати? То по КСу СФ 59 на 7. Потом Бремастер 43 на 7. Дальше на диспроект и Кунка. Ну, СФ, Огр Клаб. Потихонечку-потихонечку будет делать себе БКБ. ПТ появляется все время у Спирита. Ну, и Спирит очень вовремя отходит. Потому что они уже тут выехали на туплей. Так, ну и находят здесь руну теперь на этот раз Инвиза. Да, Нэджи с Профит. А Вижена нету. Вообще никакого Вижена нету. Команды Виспиков сейчас. Позали вроде бы вардец здесь в своем лицу. Но здесь никого нету. Ну и вот на миде есть один вардец. И все на этом. Так, ну и атака на нижний лейн сейчас. Дело будет, конечно же, сейвить. Здесь есть Спирит Брекер. Потягивает сюда еще и СФ. Ну и Брюмастер залетает. Смотрите, Спирит и моментально начинает его разгрызать. Но здесь есть дисрапшн. Кунка. Торрент не точно. Ну и Спирит вроде бы отбежал. Вживых все остались. Да, ну и на Тауэр забрать просто. Просто забрать Тауэр, отойти. Спирит опять влетел. Тут же ультимейт кастует. Проблема у ИСФ очень большие. Нужен Стан, чтобы залетел. Где Стан? Где Стан? Ну вот Стан-таки наконец-таки пролетел. Дайсер вправляет в таверну. И больше, видимо, никого не зацепят. Очень долго контролировал своих суммонов. Как раз таки здесь Прюмастер. Вот. Был шанс вообще там двоих зацепить, наверное. Если бы очень рано какой-нибудь Торрент залетел в одного из спортов. Шаду Демон, например. Либо может быть Спирит Брекера можно было поймать. Вот. Пока убивали СФ, а там можно было потом и переключиться на другого. Но тем не менее. Тавер забрали. Забрали СФ и продолжает бить Т2. Так. Здесь разгон, видимо, на Бэйна. Будет ультимейт еще. Ну и хорошо. Очень вовремя Грейв. Живет. Корабль залетает. Без шанса для Спирит Брекера куда-то уйти от корабля. И много-много плюв в спину. Осталась последняя тычка. Да. И да, забирает себе этот килл. Ну что. Уже все игроки команды Лоу Приорити Проза Т2 Тавер. Начинают грызть. Загрызают еще и Лишака. Шаду Демон там вообще с Лоу ХП пытается уйти. Вроде бы остается живых. Ну и... И проседает. Проседает команда Виспик. Вроде бы были две неплохие драки. Они там выигрывали 5-3. А сейчас уже 5-7. Найкс. Пришел. Есть у него брейсер. Есть робовая магия. Да. Драма Фенджерс. Не хватает свитка. Это 300 монет. Ну и СФ умирал. Осталось так же только Огроклаб. Ну и пойду дальше. Смотрите. Просто заход на ХГ на 14-й минуте. На 15-й. Лоу Приорити просто знает, что делать. Смотрите. С трианцами просто зашли. Есть одна катапульта. Потягивается вторая пачка крипов. И просто разбивает. Разбивает этот тавер. Интипл. В моментальном Найксе. Есть disruption. Спиритбрекер разгон. Разгон от Даззла. Ну здесь просто повесили пакет на СФ. И ничего не сделать. Бримайстер в живых пока остается. Выдает. А клэп. Ну и здесь слишком далеко спиритбрекер. Слишком далеко он скорее всего умрет. Нейч с профит. Живет пока. За счет опять-таки Грейба. Очень хороший Грейба от Даззла. Своевременный. Ну и что? Торрент. Ой, ультимейт. Какой шикарный ультимейт от Нейч с профит. Ну и корабль тоже попадает в СФ. Как же на подъеме они играют-то, а? И сносят Т3 тавр. Лол. Бримайстер залетел. Еще и добил такого шадоу демона. Просто трипл килл. Просто неудержим. И сносят Т3. И снесутся бараки, я так подозреваю. Но проблема только в том, что вот на этой 15-й минуте у нас очень маленькое время респауна их оппонентов. Поэтому они тут каждые 10 секунд буквально возрождаются. И снова идут драться. Спирит. Опять просто четверых побежал. В нем сидел Найкс. Пытаются загрыться. Пытаются загрыться Нейч с профитом. Торрент. Очень хороший Торрент. Нейч с профитом живых пока. Нет, вроде бы умер. Умер, да. Спиритбрекер тоже умирает. Но Найкс с живых остался. Просто ушел. Байбэк. Моментально, значит, профит. Да, этот пацан может сразу прийти. Но и ГГ. ГГ пишет Спиритбрекер. Ну что, лоу-приорити эту карту выигрывает просто за 16 минут. И за счетом 2-0 проходит дальше у нас в 1-4-ю. Четверть в финале. Такая вот игра у нас приключилась. Интересно. Да, кто бы мог ожидать, на самом деле. Что вот так вот просто расправить, лоу-приорити. И Виспики действительно ничего не смогут сделать с этим пиком. Да, ну и Найкс, конечно, раскачаться в итоге не смог. Очень слабо у него получилась игра здесь. Стоя в трипле, скажем так, на изи-лайне. Казалось бы, рядом с моим суппортом. Но фармить ничего не смог. Ну и в итоге, конечно, да. Спирит тоже особо без фарма был. И Сэф не дофармил до БКБ. Ну а нужные артефакты просто появились. У Нейч с профита, у Примастера, там, у Кунки. Ну и пошли просто закончили игру. Все четко, все готово.